Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и описание этих работ по прекрасной книги «Великие музеи мира». Симон Вуэ, аллегория, 1640-1645 годы, холст масла, 179 на 143. Симон Вуэ, французский художник-монументалист, портретист и декоратор. Он был назначен первым художником короля. Мастер творил по заказам монашеского окружения и для парижских церквей. Наиболее блестящие годовые деятельности 1634-1637. Картины богатства и милосердия, эти картины хранятся в Лувре, из числа шедевров этого периода. Авторского обозначения того, какую именно идею выражает капиталистская аллегория, не сохранилось. Можно ориентироваться на существовавшие каноны олицетворения тех или иных абстрактных понятий. Женская фигура в качестве персонификации славы, предположительно это она, была известна в классической античности. Здесь героиня полуобнаженная, крылатая, увенчанная короной. Она находится в обществе творца, юноши, по-видимому, художника. И, как говорил Гораций, уносит его на крыльях нетлен. Вокруг витают два путти, держащие трубы, рога. Типичный атрибут славы. Их писали следующим образом. Одну, большой, это добрая слава, а другую, малой, дурная. У славы часто имеются символы победы, в данном случае корона. Справа расположена другая фигура, на первый взгляд женская, своим сияющим ликом обращенная к славе. Однако, присмотревшись внимательно, зритель заметит у нее еще один лик, мужской, затененный, обращенный в противоположную сторону, наподобие двуликового яруса. Возможно, как и трубы, лития символизирует противоречивую природу славы. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Симона Вуэ, Аллегория, 1645 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.